Здравствуйте, с вами Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко.Инфо И мы продолжаем 19 урок Мы должны реализовать вот этот пункт Просто вывести товары Для этого Вот здесь вот в контенте мы прописываем ссылку на goods.php У нас еще не существует данной Не существует еще данного файла Поэтому мы его создадим Создать php А вернее даже мы его создадим из другого файла Мы его создадим из файла update.goods Открываем Если мы посмотрим на этот файл То нам необходимо здесь Вот эта левая часть Необходимый вывод товаров Но нам не надо Форма для вывода Для вывода Итак, давайте из этого всего сделаем этот файл Мы Update.goods Сохраняем как Называем его просто goods И сохраняем Мы создали файл goods И в этом файле нам что необходимо Нам необходимо оставить левую часть Сохранить вывод товаров А также Удалить вот эту вот часть И еще решить одну задачу О которой мы поговорим позже Давайте Удаляем Вот эту часть Все что связано с формами Все что связано с формами Вот эту вот часть Мы все Удаляем Так Посмотрим Что мы лишнего тут Не наудаляли Так 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 Ну ссылки нам здесь тоже Не нужны Поэтому Ссылочку убираем Нам просто нужен Вывод товаров Сохраняем Перегружаем Так Все Ссылок Ссылок нет Теперь давайте Решим такую задачу Ну вот У нас может быть Очень много товаров Поэтому нам надо Создать навигацию по товарам Ну например Чтоб 5-10 товаров 3 товара На одной странице Выводилось Там на следующий В этой же категории Выводилось Там Следующая группа товаров Там От 5-го до 10-го Потом от 10-го до 15-го И так далее Так называемый Педженейшн Навигация по странице Давайте Этим вопросом Сейчас здесь и займемся Для начала Надо чтобы В базе данных Было Хотя бы По одной категории Большое количество Товаров Поэтому Вот например Добавить Товары И в категорию 1 Желательно ввести Штук 20 там Товаров Так я пишу Там Товар Товар 4 Категория 1 1 Какую нибудь Вставляю Цену И так далее Заполнить Так чтобы у нас Здесь было Побольше Товаров Пока что Отключаюсь И сделаю Эту операцию Продолжаем Итак Пункт товары Здесь Вот в первую категорию Я ввел 21 товар Теперь нам Надо сделать так Чтобы была Навигация Разбита По 5 По 10 По 3 товара На одну страницу Давайте Это сделаем Итак у нас Update Goods У нас уже есть Вывод Вывод Извините Goods Товары У нас уже есть Вывод Здесь Нам Наверное Все поля Не нужны Поэтому мы Напишем Только поле Name Good Goods Из таблицы товаров Где ID Где IDCAT Такое-то По переменной ID Order Напишем Order В порядке By By ID Good ID Good И Ограничим Количество Выводов Сделаем Их Ограниченное Для этого Надо написать Limit Limit Ограничение От Нуля Например До Какого-то Числа Например Там 5 Сохраняем Посмотрим Что у нас Получилось Перегружаем Видите У нас Вывелось 5 Товаров Теперь Надо Сделать Чтобы Это было Динамически А для Этого Мы Сюда Вводим Переменную Назовем Ее Переменная Пер Пейдж Пейдж Задим ей Значение 5 И в комментарии Напишем Что это Количество Выводов На странице Количество Выводов Выводов Товаров На Странице Эту переменную Можно подставить Вот сюда Запрос Во вторую Его часть Мы Сделаем Вот так Вот Соединим И Ставим Переменную Сохраняем Ну Если Посмотрите У нас Пока что Еще Ничего Не должно Измениться Следующий Момент Мы Сделали Запрос А теперь Нам надо Посчитать Сколько Выводов Всего Будет По этому Запросу Сколько Всего Будет Выводов По Вот Айди Айди Соответствующий Айди Кат Поэтому Мы Пишем Еще Один Запрос Назовем Его SQL 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 Количество И он Будет У нас Выглядит Так Выбрать Выбрать Select По полю Например Что здесь Все равно По какому Например Айди Айди Гуд 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 Из Из Таблицы Гудс Гудс Где Айди Категория Поля Айди Категория Соответствует Переменной Которая у нас Передалась Переменной Айди Кат Айди Кат Мы запрос Этот Отправляем И Теперь нам Необходимо Его Давайте Отправим My SQL Query Query И сюда Передадим Переменную SQL Нам SQL Нам Так Далее Мы Должны Посчитать В этом Запросе Сколько У нас Выводов А для Этого Воспользуемся Функцией MySQL Нам Роуз Итак MySQL Нам Роуз Роуз Так И все это Заключаем В кавычки Таким образом Мы по запросу Посчитаем Количество Количество Выводов И все это Вложим В переменную Роуз Роуз Так Посчитали Теперь нам Необходимо В комментарии Так и Напишем Количество Записей В таблице Количество Количество Выведенных Выведенных Товаров В данной Категории Так Теперь Давайте Посчитаем Сколько Надо Разбить Страниц Так Мы Делим Делим Количество Материалов Так И напишу В комментарии Делим Количество Товаров И округляю И округляю В большую сторону Для этого В PHP Есть такая Функция Как Сейл И так Сейл И в ней Мы Количество Выведенных Рядов Переменная Роуз Роуз Делим На то количество Которое мы Собираемся Выводить А именно PerPage Так Точка Запятой И все это Вкладываем В переменную Которую Называем Pages Pages Так далее Мы Осуществляем Вывод Здесь у нас Идет Вывод Вывод И Следующее Что нам Необходимо Это Непосредственно Уже Обеспечить Вывод Для этого Мы Пишем Цикл Цикл For 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 В этом Цикле Мы Задаем Счетчик Переменная И Который Приравниваем Нулю Дальше Мы Должны Сколько Раз Мы Должны Пройтись А Должны Мы Пройтись Переменная Сколько Должно Быть Итераций Должно Быть Меньше Чем Переменная Пейджис Пейджис И Последнее Это Шаг На котором Будем Увеличивать На Единичку Непосредственно В тиле Цикла Мы Пишем Следующее Эча Эча Так А здесь В кавычках Прописываем Прописываем Переменная Например И И И И Умноженная На Переменную Опять же Переменная Это не надо нам На Переменную Перпейдж Так Ну Давайте посмотрим Что у нас из этого Получилось Пока что На данном Этапе Переоружаю Пошли ошибки Сейчас будем Разбираться Так Продолжаем Я нашел ошибку Для этого Я тут Немножко Отсюда Вот вывел Вот Запрос И Создал еще одну Переменную Квери Нам И Для того Чтобы Просто отследить В чем Заключается Ошибка Ошибка Заключается В том Что я Неправильно Создал Запрос Вот здесь Это мне Подсказывает MySQL Это Error Что я Неправильно Построил Запрос И Здесь еще Необходимо Написать Служебное Слово Where Так По полю Все равно Какому Напишем ID Сохранить А ну-ка Давайте посмотрим Что сейчас У нас Получится Ну видите У нас Получилось Что мы Вывели С периодичностью Через 5 То есть Если мы Вот тут Вот так Вот сейчас Сделаем А именно Поставим Поставим Кавычки Тут Да Поставим Вот здесь Вот Разделитель Ну например Например Сделаем Вот так Вот И Вот тут То же самое Сделаем Разделитель Посмотрим Что у нас Получилось У нас Ой простите Совсем Задуренный Не то Совсем Не туда Я имел Ввиду Вот здесь Вот Нам Откроем Поставим Разделитель Точка Для Соединения Точка Для Соединения Кавычка Так Если мы Сейчас Посмотрим То Вот Видите У нас Вот так Разбито На То есть Мы И умножаем На Пейджис На переменную Пейджис И получаем Вот Сколько Должно Быть Сколько Должно Быть Выводов Далее Вот это Отсюда Мы Формируем Ссылку Для этого Прописываем Ссылку Текст ссылки Далее Мы Ссылку Закрываем Ссылку Двойные Двойные Кавычки И В ней Пишем Опять же Этот же Самый Файл Поэтому Просто Знак Вопроса Параметр П Которую Будем Передавать Равно И Далее Далее Мы Делаем Вставляем Переменную 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 Парпэйдж Парпэйдж Умноженную А для того Чтобы это Сделать Мы Опять Ставим Кавычку Точку Точку Здесь Далее Точку Точку Кавычку Кавычку Все Это Мы Умножаем На И На И И Заключаем Это Все В скобки Это Тоже Возьмем В скобки Для того Чтобы Выделить Так Посмотрим Что у нас Получилось Переагружаем Пошла Ссылка Ну Вот То Что мы И хотели То есть При наведении Ссылок У нас Параметр П Передается Так Далее Этот Параметр П Мы Должны Будем Передать Вот Сюда То есть Если у нас Будет Гэтс И будет Передаваться То это Будет Число Относительно Которого Начинается Вывод Вот Там Где у нас Идет Лимит От Нуля Мы Вставляем Мы Вот Сюда Вставим Вот Этот Параметр Гэтс Параметр П А для этого Закрываем Ставим Точку Для соединения Ставим Переменная Массив Гэт А в нем П П Дальше Закрываем Закрываем Точка Точка Кавычка Так Вроде У нас Все Ошибок Нет Давайте Посмотрим Так Ошибка Пошла В Запросе Сейчас Будем Разбирать Ошибка Заключается В том Что Если у нас Здесь Нет Гэтс То Возникает Ошибка Поэтому Мы Давайте Еще Пропишем Здесь Одно Условие Если 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 Не Существует Не Существует Гэт Гэт И В нем П То В этом Случае Переменная Гэт Мы Делаем Равной Единице Точка Запятой Точка Запятой Посмотрим Что у нас Получилось Категория 1 Какой-то Вывод Пошел Так Мы Еще Не то Что Нам Надо Дело В том Что Ссылки Видите В ссылке С левой Стороны У нас Передается Только Один Параметр А у нас же Запрос Идет Отсюда С параметром Адикат И с Неймкат В общем Нам Вот это Надо Исправить Ну Вот Вроде Я Добился Нам Еще Необходимо В этой Ссылке Передать Адикат Которые Мы Передали С С Левой Стороны Неймкат И Непосредственно Уже Сам П Теперь Если Мы Посмотрим Что у нас Получилось Выбираем Категорию Вот видите У нас В ссылке Тут Передается Адикат 1 Неймкат Категория 1 П 0 Здесь У нас Подставляется Только Вместо П 5 10 И так Далее Переходим Мы Видите Переходим Там С 15 С 16 По 20 Товар Таким Образом Такую Простую Пэдженейшн Мы Сделали Ну Еще Единственное Что Вот Это Впереди Как У нас Идет Можно Ее Вынести Будет Вот Сюда Напишем Еще Еще Кавычки Точка Запятой Поставим Разделитель Давайте Посмотрим Что у нас В этом Случе Получится Перегружаем Так Вот Она И тут Есть Еще Тут Пробел Дальше Ну Для того Чтобы Ссылка Не Подчеркивалась Можно Сейчас Вести Стиль Стайл Стайл Так Так Стайл Стайл И Здесь Текст Текст Декорейшн 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 Нонэ Точка Запятой Так Ну Ладно Перегружаю По Цвету Немножко Другая Но Ничего Здесь Цвет Тоже В случае Чего Можно Выбрать Какое Необходимо Так Мы Так Мы Создали Простую Пагинацию По Товару В каждой Категории Мы Еще Один раз Столкнемся По мере Курса Далее С этим Вопросом А здесь Я Заканчиваю Спасибо За внимание Сергей Кудренко Для Своего Сайта Кудренко Инфо И Здесь Маленькое Дополнение Ну Для Того Чтобы У нас Не Синее Черное Чтобы Уже Первое Черное И Дальше У нас Чертное Было Пропишем В стилях Color Двоеточие Двоеточие Напишем Black Black Точка Запятой Это Одно А второе Вы же Видите Мы Выводим 5 10 1 2 И так Далее Поэтому Мы Напишем Вот так Вот Плюс 1 Сохраняем И Смотрим Что Получилось Перегружаем Видите У нас 1 2 3 4 5 В общем Вот так Вот Будет Правильней Так Теперь Уже Все Спасибо За Внимание Смотрим